всем привет друзья с вами варчик и это рубрика 10 гнилых картошек из 10 гнилых картошек завтра выходит патч в котором будет такие великие изменения как две карты переведенные вожди одна карта новая и еще там какие-то балансные правки на картах плюс еще откроют последний танк в лбз 20 и в принципе еще апнут летные танки но почему это 10 гнилых картошек из 10 гнилых картошек они изменяют ттх танков прежде чем совершить второй шаг который они хотят сделать для общего баланса и улучшения игры а следующий шаг это изменение балансировщика то есть они хотят изменить балансировщик так чтобы танки кидала более нормально они всегда вниз списка таким образом что мы будем играть на танках которые сейчас будут еще в старом балансировщики попадать часто вниз списка потом с этими же характеристиками эти же танки когда введут новый балансировщик будут попадать куда-то в другое место неизвестно в какое скорее всего якобы как они хотят сделать чтобы они не так часто были внизу списка и характеристики этих танков будут такие как мы завтра увидим то есть они делают об танков прежде чем решили где они будут находиться они нужно ли было сначала сделать балансировщик нормальный адекватный балансировщик доделать его переделать и сделать его нормальным а потом уже балансе танки это первое почему все как обычно задом наперед следующая никто никогда не задается вопросом а почему мой старый танчик вообще нужно апать в честь чего он почему-то стал хуже как любят горит танкисты мне его понерфили со временем после того как я его купил наигрался мне его понерфили никто твой танчик не нерфил просто никто разработчиков каждый раз не спрашивают а нахера вы ввели имбу танкисты спрашивают следующее когда вводят прям танк и новую ветку там имба есть где там шо качать покупать это же имбовый танк то да да давай я куплю если это имба давай я прокачаю если это имба правильно вы все ищете где же имба для чего все это делается а для того чтобы вы бегали и качали новые имбовые ветки и искали где там на каком уровне есть имба чтобы прокачать играться на ней типа нагибать вводят новый прям танк тоже имбовый и все бегают имба не имба и симба надо брать всем если не имба то ну нафиг и вот по этим причинам старые прям танки старые просто прокачиваемые танки они тупо убогие они уже хуже уже настолько что на них невозможно выйти в бой потому что все играют на новых перья паных танках а если ты на старом нажмешь в бой ты поймешь и на нем вообще невозможно находиться в бою и вот поэтому со временем приходится а под старые танки и скрипя зубами там разработчики там и сушистому цифельку там где-то там натягивают еле-еле просто там душа болит цифельку стали муплем танцы q зачем его же никто не купит но блин плакали все плакали все я об эту цифлю только не плачьте по своему старому из 6 но раньше у нас когда игра еще только зарождалась тоже были танки которые какашки и танки которые получше все это же бегали искали имбу и принципе это занятие довольно таки интересное видимо для танкистов для танкистов прикольно бегать тому этот танчик бежать там качать его скорее 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 и потом наслаждаться нагибчиком на имбе тех кто еще не успел эту имбу прокачать и для разработчиков это классно тем что вы тратите свои деньги прокачивая или покупая новые имбовые танки все было и раньше но раньше это было как-то скромненько аккуратно сейчас это просто нагло на стол тебе вывалили все на жуй имбу на имбе и намажь сверху еще им бой и кушай но почему вообще вылезли все эти причины никто и вообще одних не задумался никого они не волновали а все очень просто ты сейчас в картошке нажимаешь в бой играешь 12 боя и все желание дальше продолжать практически у многих нету и как ни странно картошка каждый год теряла онлайн в 50000 человек примерно каждый год теряла теряла особенно вот в 16 17 годах она там потеряла капец но вот по сравнению с прошлым годом с 17 на 18 уже потеря почему-то не такая большая но все равно есть а вы посмотрите сколько сейчас марафонов сколько сейчас всяких реклам картошки на их сколько вообще там всяких каких-то там завлекут в игру битвы блогеров шмлогеров и при этом при всем все равно онлайн падает там уже между марафонами на прем танк промежутка нет то как окончается марафон на прям танк хуяк новый режим только новый режим закончился хуяк марафон на прям танк потом хуяк Битва блогеров, новое ЛБЗ и все это одно на другое накладывается, в бою просто ад, бои там по 4 минуты в среднем длятся, вообще играть невозможно, содержание боев нулевое, все куда-то там спешат какой-то ебаный танк выкачать, какой-то боссы на ЛБЗ выполнить. Вы видели танки за ЛБЗ, они вообще никакие, просто куски говна. Единственный прикольный танк за ЛБЗ это наверное 6 уровня, и то потому что у него нормальные характеристики, а на 6 уровне там в принципе особо соперников то и не будет. Ну и то не сказал бы, что танк прям интересный, я на нем поиграл, ну ездит и пукает, пульками там, ну и что, особо ничего интересного. Но танки 8 и 9 уровня это вообще какой-то понос, что старые танки за ЛБЗ мусор, единственный нормальный танк это Т-55А, и то в принципе он ничем особо не пизжит, чем Т-54, просто они слегонца разные. Какую-то обложку картошка создает красивую, а когда за эту обложку заглядываешь, там одно говно. Раньше такого дерьма не было и везде столько вайна не было. Уже даже последний продающий начинает плакать, что игра дерьмище, потому что содержание боев нулевое. А все почему? По двум причинам. Они все что только можно переапали, скрипя зубами. И при этом еще очень много танков, которые просто убогие и не могут конкурировать с новыми танками. Все играют в основном на новых эмбовых переапанных танках, на фулл галдетом, выполняя оконченные задания. И вот эти две вещи убивают игру, убивают геймплей. Сильно жесткие танки стали, они друг друга убивают очень жестко. Плюс еще дебильные задания во всяких ЛБЗ, марафонах и остальной параше, которые заставляют тебя сливаться на первой минуте. Вот вам и получается, что бои по 3-4 минуты помойка просто. На мой взгляд нужно отбалансить танки так как было раньше. Взять старые танки, в силу старых танков отбалансить все новые танки. Сют эту парашу, которую они годами вводили имбовую, понерфить хуям и сделать все одной силой. Но картошка так не сделает никогда в жизни. Тогда бы рандом успокоился, поубирать все эти ебаные марафоны, жезолупофоны, арта, у меня просто нет слов. Была какая-то токсичность от арты. Сейчас это не то что токсичность, это просто атомный взрыв. Просто у тебя вот на голове, каждые 20 секунд атомный взрыв на голове. А сколько багов в игре не исправляется, это пиздец. Я уже 2 дня пытаюсь этот видосик записать, кроме как все обхуесосить я ничего не могу. Это полный пиздец, все, игре пизда. Всем спасибо, что смотрели, с вами был Варчик, пока.